друзья приветствую вторая часть посылки от павла из якутии якутска я уже показывал в прошлом видео вот так масло пролилось здесь образцы двух масел в прошлом видео я показывал amsoil xl 550 в данном видео будет образцы momil 1 esp 530 значит свежая отработка это масло было до amsoil по-хорошему наверное надо было его в начале сделать но мобила уже достаточно на канале ну прилично видео поэтому я так разбавил amsoil ну давайте посмотрим первым делом что эталон у меня есть эталон создан по образцу 21 года с ильсаком уже gf5 сюда я закладываю значит образец свежего от павла и давайте посмотрим ну и тут посмотрите я конечно уперся очень капитально перепроверял несколько раз 150 по противоизносным присадкам щелочное 10 и 2 посмотрите кислотная 197 кислотная кстати может быть связано с видите повыше кислот повыше щелочное пониже кислотная потому что в двадцать первом году по моему 2 и 2 кислотная было и 7 и 5 по моему или 8 и 5 не помню сейчас но значительно ниже и кислотная и щелочное особенно щелочное вот но и уровень противоизносных присадок вот я долго мучился пока павел не прояснил мне что это образец девятнадцатого года масло я значит сделал специальный эталон для этого масла обновил спектрограмму у меня там было из брянска тоже мне присылали январь двадцатого и такая же ситуация была значит тот образец я обновил этой спектрограммы вот им сейчас вот смотрите результаты какие по отработке по отработке результаты да интересно интересно такой светофор посмотрите какое высокое нитрование 25 это уже порог предупреждения а здесь 48 с плюсом то есть здесь противоизносная присадка вот верхний пункт антиве срабатывается начинает естественно нитрование потащил за собой окисление щелочное число вот достаточно так прилично выросло и кислотное значит сразу это еще со старым датчиком расхода воздуха но замененный датчик тоже дает такие показания стали разбираться и павел нашел похоже нашел причину сняли катализатор он был наполовину разрушен там забит в итоге вы вырезали сейчас павел значит в комментариях написал что машина поехал расход снизился с 10 литров до восьми с половиной сейчас я покажу вам что произошло с вязкостью вот и потом остальное договорю смотрите здесь есть загущение в принципе 350 моточасов приличные такой пробег на масле есть небольшое загущение опять же это скорее всего вот вот все взаимосвязано вот это нитрование она говорит а значит проблеме смесь и или с выхлопом да не забывайте поставить палец подписаться если не подписались и колокольчик тем кто не хочет пропускать новые видео вот и вот по полученным данным вот такой у меня получился ресурс на данном масле немножко лучше чем amsoil там 303 было часа моточаса здесь 322 ну и 5000 с копейками километров вот в принципе показатели очень близки но я делаю акцент на одном что все-таки это проблемы со смесью так влияют на масло очень сильно вот в данном случае 90 я не знаю 90 95 процентов это все-таки катализатор и смотрите какая аналогия уже полу это озвучил вот значит не трава не можно сказать что машине не хватает кислорода машине тяжело дышать дышать и потому что не хватает кислорода или и тяжело выдыхать потому что забиты катализаторы смотрите как нотка по по аналогии с человеком тяжело дышать потому что воздуха не хватает или потому что но невозможно выдохнуть ну такой об образное конечно но так она по сути есть мы также как автомобили также мы топливо потребляем также кислород как окислитель также все это в химической реакции дает тепло телу нашему и также мы выдыхаем выхлопные газы co2 то есть мы по образу и подобию до павел в следующем тесте ну в следующем масле уже после этого залил вакцину спутник р от рутек это раскоксовка пробовал и раскоксовку как повторюсь уже он и проверял на наличие утечек воздуха в двигателе дымогенератором поменял маф датчик массового расхода воздуха на контрактный но вот видите это не помогло значит и вот сейчас имеет смысл проследить надеюсь что мы как-то эту ситуацию отследим и если катализатор удаленный решит проблему то будет вообще супер и многим я думаю это поможет дальнейшем кто будет ну проверять свои образцы вот масло в принципе что amsoil что mobile хорошая крепкая но здесь сожалению машина старается изо всех сил прикатать их вот если сравнивать напрямую то можно сказать что mobile чуть-чуть отработал лучше чем amsoil вот так благодарю павла за предоставленные образцы за батюшку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока